Объединенный Институт ядерных исследований сегодня уделяет большое внимание вопросу подготовки молодых специалистов в связи с реализацией мегапроектов. Для этого ОИЯИ создает базовые кафедры ведущих вузах страны. Кафедра ядерно-физического материаловедения два года назад появилась в Институте физики Казанского федерального университета. Сейчас темпы развития науки вообще в мире настолько высоки и конкретно в нашем институте, что мы должны понимать, что к тому времени, когда мы будем завершать создание наших новых базовых установок, мы должны уже иметь подготовленных молодых специалистов, которые готовы сразу включиться в использование этих базовых установок для исследований на самых передовых рубежах нашей современной науки. В этом году состоялся первый выпуск магистров кафедры ядерно-физических методов материаловедения. Кафедра, которая создана по совместной инициативе Казанского федерального университета и Объединенного института ядерных исследований. Два первых магистранта выполняли свои работы в лаборатории нейтронной физики Объединенного института и успешно защитили магистерские работы. Одна из них, девушка Ольга Лис занималась очень популярным и актуальным вопросом изменения спинового состояния 3D-магнитного металла в зависимости от термодинамических условий, что очень актуально и для исследований современной физики твердого тела. А молодой человек Булат Бакиров, он занимался очень интересной темой на стыке гуманитарных и естественных наук. Конкретно он исследовал монеты древнего булгарского царства различных периодов X и XIV века, когда булгарское царство претерпевало два своих различных этапа развития. X век – это расцвет, XIV век – это после захвата монголами, упадок булгарского царства и эмиграция в булгар по территории современной Европы. И оказалось, что монеты совершенно различную технологию изготовления имеют. И именно методы нейтронного растения позволили вот этот вопрос выяснить и предоставить археологам новую пищу для размышлений, поскольку их стандартные методы исследования не позволяли определить то, чем эти монеты различны. Внешне они выглядели абсолютно одинаково, отличались только по размеру. Кафедра ядерно-физического материаловедения создана в Казани с целью подготовки кадров и проведения научных исследований в области фундаментальных, прикладных и инженерных наук на основе интеграции научных, образовательных, технологических и инновационных ресурсов. А началось все с конференции «Эксон-2016». Это произошло в 2016 году, когда наш институт совместно с Казанским федеральным университетом подготовил и провел в Казани крупную международную конференцию, посвященную физике экзотических ядер, конференция которой в мире известна как «Эксон-2016». Вот на этой базе была выработана договоренность между Казанским университетом и нашим институтом о создании базовой кафедры в этом университете. Ну и уже на следующий год, в 2017 году, 26 марта, в день рождения нашего института, здесь в Дубне состоялось подписание договора между Казанским университетом и нашим институтом о создании базовой кафедры. А 31 августа того же года уже вышел приказ ректора о создании в структуре Института физики Казанского университета базовой кафедры ядерно-физического материаловения. Я с большим удовольствием хочу сообщить, что первый сегодня состоялся выпуск защиты магистрских работ и все работы были защитены очень успешно. Для наших выпускников по уровню бакалавриата и магистратуры, конечно, работа совместная с Международным ядерным центром Дубне очень позитивно влияет на их дальнейшую карьеру, поскольку наши ребята, пройдя обучение на уровне бакалавриата в Казанском федеральном университете сегодня, имеют возможность выбора, куда дальше пойти им работать и выбрать для себя очень интересные темы. В частности, многие темы наших дипломников, магистрантов, они были достаточно интересными и междисциплинарными. Я думаю, они получили путевку в большую науку, поскольку все пожелали поступить и в аспирантуру. Вообще совместная работа с ядерным центром Дубне для нас интересна по разным причинам, поскольку коллеги из Дубны приезжают, читают здесь лекции и в офлайне, и в онлайн режиме и рассказывают о всех тех научных разработках, которые идут на, как мы обычно говорим, на передовом фронте. И это воодушевляет студентов идти в физику, заниматься физикой и, соответственно, продолжить свою карьеру именно по ранее выбранной специальности. Я думаю, все, кто будут участвовать в наших совместных проектах, они никогда не пожалеют. Об этом и говорит востребованность данных программ, поскольку уже в этом году мы будем набирать где-то на уровне 10 человек. В прошлом году их было 6, позапрошлым году было 2 человека. И также мы развиваем совместную аспиранту. Я бы хотел особые слова благодарности выразить моим коллегам из ядерного центра, пожелать им удачи и сказать большое спасибо за наши совместные проекты. Кафедра, я надеюсь, что расширит свое действие и влияние в институте, поскольку она создавалась не как кафедра для одной из лабораторий, она создавалась как кафедра для всего института. И уже сейчас у нас список работ возможных магистерских предоставлен любезно нам ведущими специалистами и лаборатории физики высоких энергий, и лаборатории ядерных проблем, и лаборатории ядерных реакций, и теорфизики, и, конечно, лаборатории нейтронной физики. Поэтому мы надеемся, что количество магистрантов, заинтересованных в работе на базовых установках ОИЯИ, будет расширяться, тем более, что руководство Казанского федерального университета в этом крайне заинтересовано и надеется на развитие дальнейшего сотрудничества с нашим институтом. Лаборатория нейтронной физики ОИЯИ является основным подразделением, обеспечивающим учебный процесс базовой кафедры. В своих исследованиях сотрудники лаборатории нейтронной физики занимаются не только изучением нейтрона, как элементарной частицей, с помощью различных инструментов, но и используют сам нейтрон в качестве инструмента для исследования структуры и динамики конденсированных сред, включая кристаллы и наносистемы, функциональные материалы, сложные жидкости и полимеры, горные породы. Результаты исследований находят применение молекулярной биологии и фармакологии, технической диагностики и в других областях науки и техники. Первыми начали мы с этими магистрантами работать по естественной причине, потому что я сам являюсь сотрудником лаборатории нейтронной физики, во-первых. Во-вторых, те тематики, которыми они занимались на бакалаврских работах в своем Казанском федеральном университете и темы, по которым они защищали свои бакалаврские работы, они были наиболее близки к той тематике, которая развивается на реакторе ИБР-2 в лаборатории нейтронной физики. Сегодня хотелось бы сказать о том, как мы начали и работаем вместе с Объединенным институтом ядерных исследований. Наша школа, которая существует, наверное, в каждом учебном заведении, школа, связанная с нашей историей. Мы имели достижения, которые были получены благодаря Евгению Константиновичу Завойскому. Те достижения в Казанском университете, которые были сделаны Николаем Ивановичем Лобачевским, Симоновым. Это означает, что мы знаем много о магнитном резонансе, в математике, в астрономии. Но, к сожалению, такие фундаментальные вещи, как устройство атомного ядра, применение, оно от нас было немножко, скажем так, далековато. Сейчас мы имеем такие возможности, и это большое преимущество в сотрудничестве с Объединенным институтом ядерных исследований. Это большое преимущество для наших студентов, наших абитуриентов, поскольку эта цепочка, Казанский университет и Объединенный институт ядерных исследований, она надежно работает. И, наверное, правильнее сказать так, что мы в этой цепочке, наверное, будем дальше работать не только со студентами, бакалаврами, магистрами, но мы начнем со школьной работы. Эту цепочку будем продолжать и развивать. Нам сейчас необходимо много молодых талантовых специалистов, потому что создаваемая нами база установки требует именно таланта молодых специалистов. Причем инженерные специальности здесь становятся, может быть, даже ведущими, самыми главными. И мы хотели бы создать такую систему образования и подготовки инженеров, которая бы объединяла классическое университетское воспитание и образование вместе с подготовкой инженерной на высшем уровне. Не только на базе теоретических курсов, но и на основе возможности прохождения практики работы на мощных, на современных установках, ускорителях, реакторах. Там, где уже молодой ученый, молодой специалист получит опыт работы на самом современном оборудовании, где есть и высокий вакуум, и сверхпроводимость, и высокие напряжения, движение, давление, радиации. Это то, что сейчас создается условиями работы в нашем институте. Ну и, конечно, возвращаясь к Казанскому федеральному университету, хочу сказать, что мы вообще очень рады тому, что уровень подготовки как раз в области инженерных наук очень высокий. И, как правило, молодые люди, приходящие к нам из Казанского университета, получают возможность с самого начала включиться в работы на высоком уровне. Мы действительно сейчас очень интенсивно развиваемся, и молодежь для нас – это большая радость, потому что мы, во-первых, гордимся тем, что мы можем дать им возможность работать на самом современном уровне, и, с другой стороны, нам очень важен их молодой задор и желание сделать свои открытия в науке. Продолжение следует...